Спорт это, конечно, хорошо, но из-за него становится так жарко, что без мороженого тут никак не обойтись. Даже закрываешь глаза на лишние калории, которые содержатся в рожке. Гениальный способ, как мгновенно восстанавливать затраченную на выполнение упражнения энергию, но проделать подобное может лишь профессионал, не стоит повторять. Почему бы не совместить занятия спортом с любимым хобби? Мужчина считает, что на беговой дорожке должны быть заняты еще и руки, поэтому занимается на ней вязанием. Привет, с вами канал Фактория. Конечно, она улучшает свою способность держать равновесие на высоких каблуках, но вместе с этим еще и травмирует свое тело. Ох уж эти девушки. Потом можно рассказывать, что ты провел несколько часов на беговой дорожке и при этом скажешь абсолютную правду. Круговорот калорий в природе. Как считаете, она их больше поглощает с картошкой фри или же сгоняет на тренажере? Когда твоя девушка основательно решилась взяться за твою форму. И тут уже не выйдет никак схалтурить. Пока не сделаешь все повторения, она с тебя не встанет. Зачем просто крутить педали, если в это время еще можно и поработать на ноутбуке? А какая работа без коктейля? Верно, неправильная. Иногда здоровые мужики, которые буквально ночуют в тренажерном зале, обретают достаточно странные формы. Особенно это заметно во время выполнения упражнений. Похоже, эта девушка уже сожгла все свои калории и более подходящего места, чтобы отдохнуть у нее не нашлось. На то, что здесь потом придется заниматься остальным, ей совершенно все равно. Вот что значит находиться в качалке до самого закрытия. Уже даже бегуди были накручены перед сном. Но сон сном, а спорт по расписанию. В этот день по телевидению крутили настолько интересный матч, что местный зал превратился в небольшой кинотеатр, а все его посетители в зрителей. Супергероям тоже нужно поддерживать все мышцы в тонусе, чтобы бороться со злом. Поэтому в некоторых фитнес-клубах иногда можно встретить таких персонажей в костюмах. Закончил очередной подход и увидел такую забавную картину, которая ввела меня в замешательство. Позже я понял, что только с моего ракурса открывается этот нелепый вид. Каждый раз мужчинам становится не по себе, когда они видят в тренажерном зале девушек, которые покоряют большие веса. В такие моменты они осознают, что им еще расти и расти до подобных достижений. Похоже, кто-то переутомился и понял, что сейчас ему срочно требуется немного вздремнуть, чтобы восстановить силы. Наверное, после тренировки ей срочно нужно бежать на корпоратив. И время настолько поджимает, что даже нет возможности переодеваться. А блистать с отличной фигурой все же хочется. Запомните, ничто не может помешать тренировке. Даже если зал затопило, это будут лишь пустые отговорки. Настоящего спортсмена. И этот факт не остановит. Думаю, многие посетители тренажерных залов видели подобные надписи, которые побуждают ставить все новые личные рекорды. Но за что они так с Андреем? Хотелось бы взглянуть на него. Когда только купил абонемент в фитнес-клуб и смирился с тем, что теперь тебе придется заниматься спортом, но пока не собираешься отказываться от любимой газировки. Практически каждый спортсмен любит заниматься с музыкой. Будь то наушники или же играющая аудиосистема в зале. Но вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то занимался в сопровождении индивидуального оркестра? Кардиоупражнения, пожалуй, самые удачные для того, чтобы параллельно заняться еще чем-нибудь. Можно даже поиграть на ноутбуке. Так выглядят занятия спортом в компании лучшего друга. И этот друг не обязательно должен быть человеком. Любому питомцу можно привить любовь к сжиму. Во время подготовки самое важное создать идеальные условия, которые будут на соревнованиях. Так что не удивляйтесь, если увидите велосипедиста в экипировке на велотренажере. А так выглядят тренажерные залы, которые оборудованы в подвальных помещениях. Высокие люди явно не оценят подобную обстановку. Зато бюджетно. Молодое поколение предпочитает брать с собой ноутбуки. А вот более взрослые спортсмены все так же преданы газетам. Кто-то решил прокачивать не только свою мускулатуру, но еще и мозги, прочитывая пару страниц во время отдыха между подходами. Девушки в спортзале это отдельная тема для разговора. Особенно если у этой девушки есть свой взгляд на обыкновенные упражнения. Поэтому иногда они выглядят крайне нелепо. Вы думаете работа аниматора такая простая? А вы попробуйте находиться в таком костюме на протяжении нескольких часов. Тут без соответствующей подготовки не обойтись. Безопасность прежде всего. Правда я не понимаю, от чего конкретно он решил обезопасить свою голову мотошлемом во время приседа со штангой. Некоторым посетителям можно простить в силу возраста то, что они отдыхают внутри зала немного не по-спортивному. В такой обстановке просто невозможно заниматься. Вечно отвлекаешься на более приятные вещи. Каждый парень, который ходит в качалку, поймет. Кто-то совершенно не может работать над телом без своей музыки. Даже если сломался телефон, можно найти выход из ситуации. Спорт спортом, а следить за ситуацией в мире тоже нужно. Кому-то это проще делать при помощи газет, а не используя смартфоны. Что за странная тренировка шеи? Почему-то мне кажется, что он больше вредит ей, чем делает что-то полезное. Когда в фитнес-клубе появляется параноик. Даже несмотря на то, что сейчас каждому выдают ключи от собственного шкафчика в раздевалке, эта дама, похоже, не особо доверчиво относится к остальным клиентам. Видимо, мужчина только в душе вспомнил, что он забыл провести кардио в конце тренировки. Поэтому и пошел на беговую дорожку в том, в чем был. Тренажерный зал – это определенно самое подходящее место, чтобы есть кукурузу в початке. А самый лучший тренажер для этого – все та же беговая дорожка. В избежании травм посетители просят друг друга подстраховать их в некоторых упражнениях. Думаю, такого страховщика никто бы не хотел иметь. Когда у твоего друга свадьба через час, но ты все равно не можешь пропустить тренировку. Будем надеяться, что он успел на мероприятие. У некоторых людей есть своя особая методика при выполнении определенных упражнений. Кто-то, к примеру, натягивает наушники на глаза, чтобы ничего не отвлекало. Даже некоторые боги предпочитают заниматься с простыми смертными. Тор забыл свою железку на стойке с гантелями. А как все мы знаем, только он может поднять молот. Не успел поесть перед тренировкой? Не беда, можешь это делать прямо во время занятий. Правда, все остальные, скорее всего, будут глазеть на тебя с недовольными лицами. Похоже, девушка нашла идеальное свадебное платье, но ей не нравилось, как оно на ней сидит. Поэтому и решила заниматься в этом самом платье, чтобы сразу видеть желаемый результат. Что может быть лучше совместных занятий с питомцем? Правильно, ничего. Вы только посмотрите, как старается эта парочка. Шахматы тоже спорт, так что для них определенно должен быть выделен отдельный уголок в каждом зале, чтобы качать не только мышцы, но и мозги. Некоторые девушки просто поражают своими способностями. Как вообще ей удается бежать и читать одновременно? Еще есть спортсмены, на которых можно смотреть только с недоумением, ведь порой они выполняют весьма странные упражнения, которые мало кто видел до этого. С этого ракурса даже сложно понять, действительно ли занимается этот мужчина, или же он там уже уснул во время отдыха. Приходишь в зал скинуть лишние килограммы, залезаешь на беговую дорожку, а она тебе выдает сообщение «бег не рекомендован». Мужчина определенно выбрал самое подходящее место для сна. Ему даже не мешает музыка, которая обычно достаточно громко играет в качалках. Девушка долго пребывала в шоке, увидев спортивную форму своего фитнес-тренера. А как вам такой котик? Если некоторые посетители заставят вас удивляться своими необычными упражнениями, то есть и такие, которые по-настоящему выглядят безумными. Парень, ну что ты творишь? Просто взрослый мужчина с ушками и хвостом кролика занимается спортом. Совсем ведь нет ничего странного, правда? Еще один умелец, который способен делать несколько дел одновременно, даже если они совсем не связаны между собой. Мне захотелось узнать, что там за интересная литература такая, от которой невозможно оторваться. Каждый видел фотографии в зеркале во время тренировки в соцсетях своих знакомых. В этом зале решили даже выделить отдельное место для селфи. Вот уж и вправду век технологий. Люди даже на минуту не могут оторваться от своих гаджетов, чтобы посвятить себя только спорту. Во время каждого перерыва на отдых обязательно достается смартфон. Тренироваться тяжело, но в случае атаки зомби вспомните добрым словом наш фитнес-клуб. Администрация всегда должна следить за тем, что у их клиентов достаточно стимула, чтобы работать над своим телом. Как я уже сказал, здорово тренироваться со своим питомцем. Но когда он таких внушающих размеров, некоторым из посетителей это может доставить дискомфорт. Кто-то настолько сильно зацикливается на своем личном пространстве, что порой его действия выходят за пределы разумного. Хотя, может быть, ему просто сильно отсвечивало экран. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании.